котики всем привет я по вам соскучилась отвезла матвея к маме свободно девочки кто свободен приходите пойдем на танцы я шучу конечно ну правда пойдемте на танцы сходим я давным-давно не было вообще где-либо я не имею ввиду сейчас кафе и рестораны это не интересно помните в нашей молодости когда мы ходили на танцы но на дискотеке естественно но я почему-то всегда говорила танцы пошли на танцы своим подружкам так что если чё имейте ввиду а то мне одно и мои все девчонки замуж вышли родили и но не могут все детки маленькие просто друзья ладно отвлеклись я просто по вам сильно-сильно соскучилась все я вернулась я в москве и сегодня вместе с вами будем пересаживать вот этих вот красоток я не удержалась многие из вас знают что я покупаю стараюсь спасать уценки которые совсем в плохом состоянии но друзья вот такие конечно я не найду в уценках никогда такие расцветки и я все-таки купила забрала себе не смогла устоять потому что на самом деле эти сорта редкие новые вот этот вот я сейчас поближе поставлю ой ой ты подожди чуть-чуть вот этого покажу друзья он необыкновенный он даже красивее чем оба я вам серьезно говорю почему потому что он весь знаете какой велюровый бархатный такой весь ворсинках и он нежный нежный если вот я его трогаю он такой ну крепенький восковой но при этом он вельветовый бархатный не знаю как сказать и вот его расцветка она прям знаете издалека видна очень красивый беглиб но вот этого вот велюра не видно но он весь переливается весь не смогла устоять и цветочек знаете вот это так кажется вот что он такой вот светлый на самом деле вот эти темные прожилки они темные темные вот я сейчас выключу свет все равно вот 2 на дневной свет не передает но они темные темные вот допустим вот если вот сюда смотреть то они выглядят вот так вот ну человеческий глаз воспринимает вот так они темные темные а вот эти прожилки белые смотрится он очень красиво наверное даже вот так вот я вспышку телефона отключила а вот софтбокс включила не смогла не купить если слышно это у меня голуби бегают я их кормлю наверное не слышно как как будто дожди кап 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 это они бегают по подоконнику ну сто стороны окна там кормушку мы смотрим при делали я не то почему то только с утра прилетают а ну в обед вечером нету вот такой друзья если встретите вообще не раздумывая покупайте он круче чем оба я говорю серьезно сейчас замеряем с вами диаметр цветочка 9 сантиметров у него но просто так не видно да а так вот 9 сантиметров просто неудобно одной рукой очень красивый друзья очень как бы я хотела вам передать вот этот вот знаете он вот белая это кажется как будто фарфор что-то такое вот нежно-нежно белая белая вот как фарфор хрустальная что-то вот я не могу вам передать что это и его очень приятно трогать на ощупь он просто и вот эти вот пупырочки да они все прощупываются пальчиком вот все вот эти прожилки пупырки очень он клевый так и вот такая у него розетка сейчас розетка мы купили стол знаете где стол купила возле дома в соседнем подъезде ну как в соседнем подъезде у нас дома вдруг ну рядом 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 и как бы соседний подъезд 1000 рублей 1200 стоил не за 1000 отдали вот такие у него великолепные листья он вообще супер красавец но друзья я не хочу потерять вот этот сорт и вот там вот еще лезет цветоносик не хочу потерять этот сорт в любом случае нужно пересадить достать торфяной стакан но я уже говорила с моими пересадками они не чувствуют да что ну не обязательно мне ждать роста корней и потому что я в этот же субстрат сажаю друзья поэтому они не понимают что их вообще пересадили что с ними случилось просто достать торфяной стакан так потом вот мимо вот этого красавца я не смогла пройти друзья это что-то с чем-то я просто люблю огромные листья очень люблю огромные листья и это только-только начало там были еще больше листья я не знаю как это вам показать ну вот с рукой вот этот сорт он великолепен в том плане он мощный он гигант кто любит вот большие листья я все равно люблю большие листья я расстраиваюсь знаете когда допустим какой-то ну какой-то гигант даже самый обычный белый с большими листьями у меня пропадает и я очень сильно расстраиваюсь я не могу устоять вот да много места занимает не спорю но все равно это смотрится круто в том плане что когда маленькая розетка или большая розетка у него достаточно большие листья они еще больше будут у него еще и корневая хорошая но есть немножечко подпорченные но ничего страшного но но я не смогла друзья мимо пройти сейчас давайте замерим самый большой лист у него и это не предел потому что я видела еще больше листья так лист так 20 24 сантиметра вот этот вот лист а это только начало они уже ну вы же знаете вот этот вот будет еще больше огромные мне очень ну я не смогла но еще что меня зацепило друзья это диаметр цветка он большой он большой если вы так вот сравнивать у него большая губа большой цветок ну вот у этого видите такая плоская губа вот ну как будто лепесточек вот такой же а здесь именно ну такой бородой сделана губа и я сейчас вам скажу сколько у него диаметр цветка он весь переливается он весь в бриллиантах но я через камеру не вижу а не вижу вижу он огромный он огромный сейчас подлезем видите вот я до конца пальчики и вот вылазит вот такой что меня потянуло на большие размеры каждый раз по-разному так и сейчас я вам скажу он у него 12 сантиметров диаметр цветочка это много это круто будем его тоже пересаживать не знаю как вам показать что он весь переливается как будто вот у него сахарный такой налет вот там вот в серединке видно что он переливается так и бомбу сейчас покажу друзья у меня в прошлом году она была но я с ней рассталась да вот как то вот просталась не подумав да вот я в прошлом году конкретно терпела не покупала себе цветы терпела терпела до усрачки терпела но когда я его отдала друзья я знаете как жалела ровно год прошел когда я его нашла я конечно не могу не похвастаться им конечно розетка у всех розеточки к сожалению я так посмотрела у всех розеточки такие слабенькие его будем пересаживать в первую очередь я его уже определила стакан видите у него была потеря листочков но тургор хороший там корни тоже есть но не знаю почему но друзья это бомба это самый крутой цветочек в моей коллекции да у меня есть бабочки у меня есть там ну много чего да но есть но знаете так сильно я никого не хотела вот как его даже бабочку маю я к ней равнодушна она есть и есть не знаю там с чем сравнить не знаю да с абами не знаю но вот этот это большая редкость друзья он правда очень редко приходит он полностью восковой у него толстая толстая текстура лепесточков прям плотная и толстая он прям как пластилин и у него вот эти лепесточки знаете они настолько тяжелые что цветонос у всех цветонос когда цветы начинают распускаться он просто падает он не сломан ничего он наклоняется опора не может его удержать он идет каскадом сам по себе потому что цветок намного темнее друзья я сейчас вот вам покажу и потом отключу свет ну будет дневной он не красный он на самом деле очень-очень темный вот так вот давайте посмотрим он темный вот эта губа крылышки как будто вот фарфоровый но он правда вот слеплен из пластилина как будто искусственный и цветок очень-очень тяжелый если встретите этот сорт покупайте я ждала полного распуска он похож на каменную розу но это не каменная роза каменная роза тоже похожа но у нее немножечко меньше диаметр цветка и немножечко вот все равно по текстуре она немножечко поменьше потоньше и вот он так вот падает не дождалась хочу показать и все горит у меня вот это все словами не передать друзья я не шучу он темный-темный он темнее все равно вот я сейчас весь свет отключила но он темней он похож на шоколад но это не шоколад если знаете его название подскажите пожалуйста но очень редко попадается вот он вот он вот здесь вот темненькая да вот он весь такой темненький просто вот ну камера так снимает вот это все когда трогаешь вот эти все пупурыжки это все все чувствуется он даже знаете он такой восковой шершавый какой-то вот ну вот из пластилина слеплен серьезно сзади вот так вот белые такие прожилочки и вот он настолько тяжелый что он заваливается очень тяжелый и хрупкий не знаю я дождалась мечты друзья сбываются видите где-то проскальзывает белые вставочки ну что же давайте будем пересаживать а не сказала сколько у него диаметр цветочка так сейчас скажу 8 с половиной сантиметров небольшой но и не маленький он вообще крутой друзья видите берите не раздумывая их не было целый год ну что давайте будем пересаживать не хотите злато пришла конечно без нее никак просто никак друзья так ладно давайте будем пересаживать вот этот вот в первую очередь злато ляля уехала с матвеем к маме там они бродят злато осталось ну вот его будем пересаживать потому что вот эта шея видите она не гниет ничего но все равно не хорошо что листья отпали как ни крути и я хочу быть спокойна что у него не будет торф стакана хотя у нас корней здесь достаточно много и выходить он не хочет потому что там вот есть тут да нет нету переросли корешочки я должна просто ребят быть спокойно чуть чуть горшок лопну должна быть спокойно что не будет торф стакана под попой чуть чуть отряхаем корни достаточно хорошие но видите как торфяной стакан близко близко к шее вот именно там где отпала отпали листья нам его надо убрать я ничего не делаю я ломаю торфяной стакан на кусочки и бросаю обратно на дно горшка вот знаете я заметила вот с такими вот пересадками никакой коры там жучки и паучки да их видно сразу если есть растения зараженные то сразу их видно вот но и все равно какие-то обработки то идут у меня два раза в год весна осень по любому поэтому жучков паучков я не боюсь но вот торф стакан все равно надо убрать на дно его кладу он будет впитывать все видите у нас чисто я ничего друзья не режу никогда никогда если цветочек лишний раз потревожить будет нехорошо вот здесь вот эти чешулки я ничего снимать не буду я не буду к нему лезть вообще потом мне надо адаптировать его но чтобы адаптировать все таки торф стакан надо убрать сейчас у нас будут проблемы потому что корней достаточно много корни хорошие вот видите и запихнуть в этот горшочек будет сложно но обязательно в этот горшок почему потому что в больший горшок не хочу потерять вот эти корни когда сажаешь в больший горшок то очень большая часть процента виламена начинает гнить как ни крути вот нам надо чуть-чуть его опустить да немножечко виламен поломается но ничего страшного вот такой вот сухой я тоже запихиваю это виламен сухой сам корень может быть жив стараемся убрать полностью все корни да они подломаются немножечко но друзья главное сейчас не поливать вот именно его потому что у него много корней и мы как бы одну часть какую-то сломаем мы не корень ломаем виламен так я смотрю сейчас секунду все нормально чтобы шея была сверху это очень важно потому что он скидывал листья так все засыпаем даже субстрат останется потому что оставлю воздушные карманы субстрат субстрат влагоемкий здесь и кора и здесь сухой резанный мох воздушные карманы в любом случае нужны вот дня 3-4 я не буду его поливать чтобы вот этот вот виламен который мы я сломала затянулся и тогда никаких проблем с гниением корней не будет затянется подтянется я люблю знаете или анимахи сажать у них нет корней ну мало или они такие уже сухие или гнилые вот я их люблю чик засыпал и все готово самое простое а вот когда хорошие корни надо потрудиться так ну постараемся вот он так и был друзья чуть чуть вниз шею нельзя вот у него вообще закапывать нельзя потому что будут боюсь потому что он правда очень редкий сорт я так жалела тогда что рассталась со своим а еще знаете было много ну как много их было там три штуки в продаже из точки роста они тоже точка роста у них цветоносы растут из точки роста вот здесь видите вот здесь вот листочек вот он это вот получается его рост и нельзя закапывать потому что из середины отвалились листья вот здесь вот эти вот корни у них от них пойдут еще боковые ответвления корней ну сейчас не пойдет ничего осенью очень хорошо у меня у всех сейчас у моих домашних растут корни хорошо прям такие эти червячочки но этому надо адаптация не потому что я пересадила друзья а потому что другая вода другие условия он не погибнет ничего но ему для роста он сейчас во первых он должен немножечко ну отсвести но я хочу чтобы он свел я наблюдаю что мне так нравится его цветок словами не передать все смотрите как получилось есть воздушные карманы корешочки подсохнут шея у нас на свободе вот он ее лист вот вот листочек вот он вот он и вот он да он как бы не закопан но при этом вот по размеру вот видите по размеру сейчас я хочу вот эти корешочки прикрыть ну как прикрыть немножечко вот так вот вот так вот переплести субстрат так главное чтобы он не дотрагивался до шеи ну вот так вот эти корни все равно не уходят так что вот этот субстрат друзья берегите не выбрасывайте очень хороший ну вот так вот это получилось глубже нельзя потому что вот здесь вот гниет ну ну как гниет не знаю гниет не гниет не знаю листья отвалились не есть хорошо да ну бывает так вот уабы тоже обоскидывает вообще все листья просто ну как все из середины где были цветоносы прям скидывает потом наращивает заново но закапывать нельзя горешок не хочет уходить все равно заставим так ну все вот так вот это смотрится как и было все мы убрали торфяной стакан чтобы я была спокойна все видите листочки сухарики остались потом если листочки отвалятся друзья их углублять не обязательно потому что понимаете им воды надо вот секунда попить просто дать вот секунды так все красавчик держись теперь адаптируйся чуть 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 опору поставить с ним сложно вот так вот все держимся на опору вот так вот это смотрите смотрите вот так вот так друзья ну что следующий вот этот вот в шикарном состоянии но уже 30 минут ролик вот этот вот с ним ничего у него все хорошо да и вот с этим все хорошо и давайте их пересадим в другом ролике потому что 30 минут долго долго я надеюсь что вот этот вот цветонос будет продолжать расти и будет 20 то носа но все равно надо тор стакана убирать в любом случае зима то не за горами и поэтому будем убирать но уже в другом ролике ну что друзья всех люблю пока пока до скорых встреч